Доброе утро, уважаемые радиослушатели, да, вот мы так активно дискутировали, понятно, что есть темы дискуссии в перерыве между эфиром Инга Васильева, как всегда, понедельник у нас в прямом эфире посредством зума, я так понимаю, есть такие обнадеживающие новости, темпы вакцинации все-таки растут. Да, темпы вакцинации растут уже третью неделю и за последнюю неделю как раз этот рост, я думаю, что мы, конечно, увидим его только в четверг утром, тот настоящий рост, который он будет, но да, мы идем вверх, 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 активность заметна. Что касается вашего направления диавакцинации, я так понимаю, что будет наращиваться и темп или возможности, где можно привиться, поскольку торговые центры все-таки, ну так, будем по-простому говорить, будут закрыты для невакцинированных, то, видимо, эти пункты, которые у нас есть в торговых центрах, будут переноситься, вот, может быть, не скажу об этом, чтобы люди понимали и представляли. Да, но, знаете, темп наращивать могут только сами жители, то есть идти и вакцинироваться, мы только расширяем возможность. Что касается торговых центров, в принципе, все пункты, которые работали, они будут продолжать работать, но они некоторые, и с них будут менять форму. Есть, конечно, такие, как, например, галереи-центры, в Рига-Плаза, в Икеа, в Иманте, в Дуа, в Саге, в Аутлауче, где вообще ничего не изменится, то есть эти вакцинационные пункты размещены там, где их можно размещать тоже в соответствии с новыми правилами, которые сейчас видены с сегодняшнего дня. То есть с отдельным входом, да? Еще раз, я не слышала. С отдельным входом, по существу, да? Да, там отдельный вход, да, там можно отдельно подойти, и как раз этот пункт располагался исторически там, где можно тоже отдельно войти. Есть центры, в которых эти вакцинационные центры, они выносятся из центра, то есть они будут или рядом с входом в торговый центр, или на автостоянке торгового центра. Это касается тоже центров не только в Риге, такая же система в Лепа, в Даугопилсе, в Мадонне, пункт в Конзуме, который был в торговом центре, он будет переноситься, информацию мы уже дам сегодня вечером, куда он перенесется, но он будет там же рядом. И единственный центр, который закроется, это в галерее Рига, вакцинационный пункт, он не будет работать, так как там нет никакой возможности подстроиться под новые обстоятельства. И все люди, у которых была запись в конкретном вакцинационном пункте, с ними связываются и переносят уже время и место в другую клинику, это клиника Пирамидов, Каунцемела-12. Но там с каждым жителем отдельно связываются, и, как говорится, процесс не остановится. Ага, это важно, потому что все-таки Каунцема это портал, было больше, да, это люди, видимо, которым было удобно в центре сделать приехку, да. Вот что касается вот такого опыта, ну, нового для вас, это вот автолавки, вот помните, вы нам в прошлый раз рассказывали, что вот, скажем так, по маршруту следования вот этих автомагазинов в эти вот власти, как там обстановка, насколько вот этот такой передвижной мобильный пункт, если так можно сказать, пользуется спросом? Да, это был первый раз, мы в эту субботу были в двух местах в Ливанском районе, или в области, как там, как на русском переводе, да. Интерес был очень большой, вместе за два пункта вакцинировало 88 человек, то есть люди были, люди ждали, люди, ну, скажем так, были очень рады тому, что подъезжают по возможности ближе к ним. Но единственное, что я еще хочу добавить, это выездная вакцинация, она будет продолжаться, она будет тоже интенсивно продолжаться, на прошлой неделе на выездной вакцинации вакцины получило около 1700 человек, то есть на этой неделе мы планируем, опять-таки, информация скоро, она разойдется по всей республике, там, где будут эти выездные пункты, поэтому это все будет продолжаться. Единственное, что я хочу еще, возможно, отметить, что, может быть, важно тоже зрителям, пожалуйста, имейте в виду, что не обязательно стоять в очередях. На данный момент есть 30 тысяч свободных мест на вакцинацию на портале manovaccina.lv, если у вас есть, если вы можете через интернет-банк подключиться, и, конечно, можно звонить на 8989, где вам найдут удобное место и время для приема вакцинации. Кстати, это хаушее замечание, потому что многие пошли, может быть, таким простым путем, приедем, посмотрим, ну и вот там стоят в очереди, да, на самом деле можно найти варианты и не стоять в очереди, да. Притом эти варианты будут расширяться, мы на этой неделе планируем открывать тоже такие более крупные вакцинационные центры, на данный момент они уже, они не, как сказать, их работа не прекращалась в Алоукс, на Вьелго, в Венспилсе, в Тукуме, в Сироди. На этой неделе мы еще будем открывать три больших вакцинационных таких пунктов в Риге. Мы в среду скажем, где они будут и конкретно с какого дня они начнут работать. И на этой неделе тоже откроются такие центры в Бауске, Айскраук, Левьормале, в Даугопилсе, в Мадонне, Валме, Риталсе. То есть на этой неделе мы максимально расширяемся, мы понимаем, что, в принципе, интерес он растет, и понятно, что те правила, которые принял администр, в принципе, он дает такой очень большой толчок к интенсивности вакцинации. Поэтому мы, в принципе, к этому готовы, и, пожалуйста, записывайтесь, приходите, вакцинируйтесь. Да, здесь такой вопрос, наверное, очень много будет зависеть, мне так кажется, и от работодателей, да, потому что мы понимаем, что те люди, которые, ну, если так можно сказать, не в социуме, да, ну, которые, не знаю, там, не работают, там, сидят дома, или которые вообще, как бы, работают только удаленно, или как-то на себя, то есть на них влияние работодателей минимальное, может быть, им будет сложнее, особенно если они такие скептики, им будет сложнее, наверное, вырваться из своих же, так сказать, каких-то стереотипов и привиться. Но вот те, которые работают, и которые, если так можно прямым текстом сказать, зависят от работодателя, если работодатели будут активны, наверное, и дальше будет темп расти. Да, но мы, в принципе, к этому готовы. Наша на данный момент капотитата – это 80 тысяч фактов в неделю, мы ее расширяем до конца недели, до 100 тысяч фактов в неделю, в принципе. То есть нет такого, что желающий не может привиться в течение недели, правда? Нет такой ситуации. Да, да. Этот вопрос, наверное, вам задают уже каждую неделю, может быть, мы и надоели. По поводу Янсена, компании Johnson & Johnson, по-прежнему, наверное, есть круг желающих или фанатов, называйте как хотите, понятно, что одна инъекция, через 15 дней сертификат, для многих это для работы очень важно. Насколько сейчас эти поставки регулярные? Они регулярные. Уже в последние 4 недели, раз в неделю, по вторникам мы получаем доставки. Завтра мы ждем 31 тысяч доз, то есть это самая большая доставка за предыдущее, скажем, время, за предыдущий месяц. И, в принципе, эти вакцины, они вообще не задерживаются на наших складах, они моментально расходятся для вакцинаторов, то есть как они дают заказы. Два раза в неделю мы доставляем им вакцины. В принципе, это тоже вопрос, который многих интересует, хватит ли нам вакцин при таком росте. На данный момент у нас в наших складах 500 тысяч вакцин, 300 тысяч Pfizer и остальное это Moderna, Янсен и все, что были на прошлой неделе, они все разошлись по вакцинационным пунктам. И сейчас, вот я как сказала, завтра мы ждем новую доставку Янсена. 31 тысяч. То есть нет дефицита вакцин в стране? Нет, дефицита вакцин нет. Это приятно слышать. Вопрос такой, действительно, раз вступили новые ограничения, все, кто сомневался вакцинироваться или нет, многие из них сейчас захотят это сделать как можно скорее, а как можно скорее, это можно сделать как раз-таки Джонсоном, Янсеном. Прогнозируете ли вы какой-то ажиотажный спрос именно на эту вакцину, и в случае чего можно ли заказать дополнительные дозы, дополнительные поставки? Потому что двухфазная, ну это понятно, это, считай, полтора месяца надо закладывать на результат, а здесь две недели. А модерные шесть недель даже, да. Ну вы знаете, мы смотрим тоже на статистику про предыдущих выходных. В принципе, например, есть такие центры, где превалирует Pfizer. С Янсена люди не выбирали так много. Есть центры, где, ну то есть пункты вакцинационные, где наоборот, люди выбирали именно Янсен. В принципе, каждый должен сам решить для себя посмотреть, прочитать, скажем, плюсы, минусы, риски каждой из вакцинаций, посмотреть на свое состояние здоровья. Как вы помните, две недели назад Европейское агентство по лекарствам для Янсена утвердела две таких, две новых, два новых побочных эффекта, которые, в принципе, нужно всегда иметь в виду. И медики, которые вас акцинируют, они вас об этом предупредят. И, в принципе, каждый должен смотреть и рассчитывать не только, скажем, на какой-то быстрый или не быстрый, если могу получить сертификат, но все-таки смотреть тоже на состояние своего здоровья. Да, вот еще одно такое проблемное место, так можно сказать, это люди пожилые, очень пожилые, которые, ну, в силу по состоянию здоровья не выходят из дома. На заседании правительства прозвучало, если не ошибаюсь, что будут интенсифицированы вот эти поездки по домам, чтобы на дому привить. Видимо, это уже такой вот большая задача семейных врачей. Вот как это будет происходить? Ну, мы видим эти сюжеты по телевидению, где семейные врачи говорят, что мы просто, ну, зашиваемся, так говоря, простым языком, просто не в состоянии всех объехать, нам нужно принимать и своих пациентов и так далее. Да, вы знаете, уже все лето к пациентам в возрасте 80+, на дом выезжали вакцинаторы, не только семейные врачи, но и вакцинаторы. То есть семейные врачи давали списки, вакцинаторы созванивались, приезжали и вакцинировали людей. На этой неделе мы начнем вакцинацию тоже на дому людей в возрасте 70+. То есть этот процесс, он не остановлен, он идет вперед и он тоже расширяется. Но, конечно, нам нужно иметь в виду такую общую вмещаемость, не вмещаемость, а возможности вакцинаторов тоже на данный момент, потому что COVID, он все-таки распространяется довольно-таки широко. И мы, как вам сказать, анализируем и приспосабливаемся к тому, к той ситуации, которая на данный момент существует. Но да, вакцинация на дом, она существует, она продолжается и она будет расширяться на людей в возрасте 70+. Кстати, тоже эти выездные вакцинации, которые тоже немножко будут так менять формат, они будут выездная вакцинация плюс домашние вакцинации тоже для людей, которые не могут дойти, скажем, до центра своего поселка. То есть, как вы видите, очень много разных форм, чтобы по возможности достигнуть каждого, кто хочет получить вакцину. Хватает ли вам персонала? На данный момент персонала для этого процесса хватает. Мы рассчитывали, персонала его хватает, да. Но вы ответили на данный момент и задумались. Была какая-то там доля, только секунды. То есть, в ближайшее время с наращиванием темпов не столкнётесь ли вы с кадровым голодом, что называется? Ну, скажем, на прогнозируемое будущее, две-три недели мы не столкнёмся, но мы, конечно, никогда не можем знать, какой и какой поворот даст COVID вообще медицинской системе, насколько для системы медицины будет нужна тоже частная медицина. То есть, эта ситуация, опять-таки, нам нужно на неё смотреть очень эластично и смотреть, что и как меняется. Поэтому, чтобы не случило таких коллапсов, мы на самом деле приглашаем людей вакцинироваться, вакцинироваться, вакцинироваться. Я думаю, тоже многие из слушателей видят и слышат эти примеры. И они, в принципе, тоже я смотрю свой фейсбук, свой пузырь. Я вижу, как у людей, как они теряют близких, как они теряют близких тех, которым, например, семейный врач советовал не вакцинироваться. То есть, очень разные драматические ситуации. Есть люди, которым, например, родственники где-то там не советовали вакцинироваться. Человек заболел вакциной, он завалил COVID-19, пожилой человек, и к нему уже ни один родственник, который ему советовал не вакцинироваться, не приезжает. К нему приезжает только семейный врач. То есть, на самом деле, эти ситуации очень трагичные. Это то, что доктор Залба, по-моему, рассказывал. Это настолько драматическая история. Я думаю, всем советую посмотреть рассказ доктора из его реальной жизни. Я думаю, таких рассказов довольно-таки много. Да, последний, может быть, с учетом времени, вот это вот, его называют, бухстанная прививка 65+. Я так понимаю, что те пожилые люди 65+, которых прошло полгода с момента того, как они закончили курс вакцинации, они могут, по согласованию с врачом, они могут эту прививку третью получить, да? Да, да. Даже им это рекомендовано. То есть, как только вам исполнилось 65 лет, как только прошел период полгода спустя получения второй вакцины, если вы не болели ковидом между получениями вакцины, после получения вакцин, если вы вакцинировались AstraZeneca и Pfizer, то да, вам рекомендована третья бустанная доза вакцины. И, пожалуйста, связывайтесь с семейным врачом или тоже приходите в любой вакцинационный пункт, и вы получите свою третью дозу. Спасибо большое, Инга Васильева, как обычно, по понедельникам представили бюро вакцинации. Ну что ж, будем надеяться, что действительно темпы вакцинации дальше будут расти. Да, это будет понятно уже. Все зависит от самих людей, да. Да, мы встретимся и продолжим эту беседу. Да, хорошего дня, Инга. Спасибо. Через неделю. Но результаты будут видны уже, в общем-то, сегодня, через несколько часов. Можно будет наверняка наблюдать какую-то активность на пунктах вакцинации. Пока мы беседовали с Ингой, пришло подтверждение, да, следующий наш гость Янис Цитковский с глава госканцелярии. Мы с ним свяжемся по телефону. Сейчас недолгая пауза, и потом будем прям допрашивать, прям вызнавать все подробности того, что нас ждет в ближайшие три месяца.